Добрый день, уважаемые слушатели онлайн! Пожалуйста, если вы меня слышите, поставьте плюсик в чат, каким-то образом отреагируйте, чтобы я понимал, что есть связь, все хорошо. Спасибо за реакцию. Наш семинар называется «Краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота». Зовут меня Котин Александр, я аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Говорить будем о том, что происходит сейчас на финансовых рынках и если какие-то вопросы появятся, пожалуйста, пишите их в чат. Времени у нас 30 минут, поэтому давайте начнем непосредственно с евро-доллара, как мы это обычно и делаем. Обратите внимание на то, что пара подошла и пока что даже не закрепилась за максимум от 6 июня. то есть вероятность продолжения этой волны, она еще есть. То есть вероятность того, что всего лишь здесь какая-то коррекция внутри идет этого движения, вот этого импульса последнего, она очень большая. и что может внутри этого движения быть еще один импульс. Хотя, если вот смотреть так, то уровень 38.2, он был отработан, но давайте смотреть внутрь этого импульса, то есть что уже вот внутри происходит сейчас. То есть сейчас мы видим 83 бара, мы сейчас возьмем побольше, что было 111 примерно, ну вот, видно, да, вот это вот, что практически движущая сила здесь одинаковая. Значит, это означает, что есть дивергенция между этим пиком и вот этим. Дальше мы смотрим в самый последний импульс, что внутри него происходит, 87, то есть я не исключаю появление здесь еще одного импульса к обновлению вот этого максимума вчерашнего, может это произойти прямо и сегодня даже, вот, возьмите, возьмите и посмотрите вот так, то есть здесь как раз таки хорошо это видно, что внутри последнего импульса, там как раз таки вот один, два, три, четыре и вероятно будет еще одна волна. Вот тогда уже можно будет ожидать завершения вот этой коррекции и начала нового тренда нисходящего. Вот, то есть вчера как раз таки то, о чем я и говорил, произошло. То есть еще один импульс сформировался уже вот в этом последнем импульсе и вероятно, что может еще один быть, потому что здесь пока никакой дивергенции нет, есть только первая дивергенция внутри вот этой третьей волны, вот этого движения. Если хотите, я могу ее разметить. это достаточно просто можно сделать вот так, вот так, соответственно это четыре, а пять мы пока не видим. Вот. Тут естественно за знаком вопроса. Британский фунт продолжается восходящий тренд, соответственно что мы увидели вчера, вчера у нас обновились максимумы понедельника, сформировалось движение восходящее, сегодня я думаю, что, ну вот видите, сейчас формируется какое-то восходящее движение, но если вот мы последний импульс весь будем смотреть в масштабе, тут видно, что мы находимся в третьей волне, но вот я думаю, что третья волна она уже завершилась, то есть сегодня я, скажем так, склоняюсь больше к тому, что, ну не исключаю конечно, что может быть обновлен и вчерашний максимум, но не думаю, что все так будет очевидно, вот. И считаю, что здесь вот коррекция может продолжиться, потому что если мы вот так вот смотрим этот импульс, то мы видим, что третья волна, вот в ней одна дивергенция, может конечно еще одна сформироваться, но я больше склонен считать, что здесь продолжится коррекция и будет сформирован импульс вниз, еще один, вот в этом коррекционном движении. Естественно, тренд восходящий, как бы, ну если допустим вы коррекцией не торгуете, можно дождаться ее формирования там и зайти в новый, в новый импульс наверх, да, потому что, как бы, заходить против тренда достаточно опасно. А швейцарский франк, швейцарский франк, так, на дневную графику мы смотреть не будем, мы будем смотреть четырехчасовой или вот как минимум вот тут, да, то есть здесь тоже уровень, здесь вообще уровень 50% достигнут в коррекционном вот этом движении, то есть если смотреть от предыдущего импульса, то достигнут уровень 50% коррекции. то вот откроем последнее движение, вот это, последний импульс и в этом импульсе уже видно, видно вот, вот эту вот дивергенцию, несмотря на то, что движущая сила одинаковая в этом и этом импульсе, но этот импульс ушел ниже, поэтому это можно вполне считать как дивергенцию. да, ну и последний импульс, начавшийся 26 июня, вот что в нем происходит, давайте его смотреть, где-то на 30 минутном, на часовом графике его видно хорошо, можно там 40 минут построить, можно и не строить, тут вполне вероятно, что будет обновление минимума, еще одно, вот, идем дальше, а вот австралийский доллар у нас обновил максимум от апреля, произошло это вчера, но это, скажем так, событие было ожидаемым, сейчас идет откат и, соответственно, внутри последнего импульса, если вот его открыть не на треха, на шестичасовом графике, на шестичасовом графике, здесь как раз таки будет 116 баров, вот, давайте зайдем вот в последнее движение, вот сюда, последний импульс, откроем его на часовике, здесь видно 124 бара, вот, и прослеживается, явно прослеживается, вот что, сейчас покажу, 1, 2, 3, соответственно, 4, а вот он максимум, так, пятерки пока тут нет, а вот он максимум первой волны, вот, я его так отмечу, эту линию мы уберем, вот так его отмечу уровнем 0,94, 432, если закрепится на этом уровне, то, точнее, не будет его пробивать вниз, то, скорее всего, увидим еще один импульс вверх в этом движении, а может даже не один, если будет пробивать, то тогда, скорее всего, импульс уже завершился, и можно будет рассматривать какие-то варианты для смены тренда, вообще вот этого, ну, не то чтобы смены, а как минимум его коррекции, коррекции всего вот этого импульса, вот, так, идем дальше, доллар-иена, по-прежнему остается ситуация с треугольной коррекцией, актуально, однако, если мы посмотрим на 4 часа, здесь вот как раз последний импульс, видно очень хорошо, и мы зайдем даже в последнее движение, то есть вот так, вот так, 114 баров, здесь видно, виден максимум движущей силы, и видно то, что есть вероятность формирования еще одного импульса к минимуму от 30 июня, вот, я его сейчас здесь обозначу, вот так, то есть это будет у нас минимум предполагаемой первой волны в этом движении, ну, то есть можно разметить даже всю эту, весь этот импульс, точнее, можно разметить вот так, и это все будет волна С, потому что, как правило, она состоит из 5 волн в любом измерении, то есть в любом коррекционном движении, как правило, бывает, она состоит из 5 волн, то есть вот это максимум, точнее, минимум первой волны, это минимум от 19 июня, и, соответственно, если цена остановится в пределах этого минимума, то вполне вероятно, что можно будет ожидать еще один импульс к уровню 101.22, а то и за него. Канадский доллар продолжается падение, в целевой зоне находится цена сейчас по отношению к предыдущему импульсу между уровнями 38.2 и 61.8% коррекции, и, соответственно, продолжается нисходящее движение, то есть оно, это как раз-таки третья волна в этом импульсе, последний в этом импульсе, и в нем 1, 2 и, соответственно, 3. Ну, на мой взгляд, если, допустим, если не находимся в коротких позициях, то есть в продажах, соответственно, лучше дождаться коррекционного движения и там уже рассмотреть возможность для входа в еще один импульс вниз. Так, золото. Дневной график продолжается, пока что остается вероятность формирования плоской коррекции и формирования нового импульса к уровню 1435.81. Соответственно, на четырехчасовом графике мы видим 133 бара и в последнем импульсе, скорее всего, завершилось. Давайте, если мы вот этот импульс посмотрим, вот так его откроем на двух часах, 114 баров. То есть, скорее всего, здесь завершилась пятая волна в этом движении, вот она, 1, 2, 3, 4 и 5, да, и может сформироваться коррекционное движение, то есть вот у нас максимум предполагаемый пока первой волны, соответственно, где-то в пределах, в пределах вот этого диапазона до уровня 1284.94 можно ожидать какого-то коррекционного движения, после чего можно будет более-таки среднесрочные сделки на покупку рассматривать. Торговать коррекцию очень тяжело, поэтому вот в такой фазе рынок практически сложно торговать, сложно работать. какие есть вопросы? Так, по Ауди, как может завершиться волна, если АО выше? Да легко, легко может завершиться. Вы можете в последнем движении дивергенции не увидеть. это нормальное явление, просто не нужно к волновым структурам относиться таким образом, что вот там внутри импульса, вот хоть убейся, будет 5 волн, может и не быть 5 волн, может быть 2, вот, может и такое быть. то есть, может завершиться этот импульс спокойно, вот. Может такое быть, дивергенции может не быть, легко вообще. Такое бывает, и я с этим сталкивался. Потому что, ну, скажем так, вы можете чего-то не заметить и чего-то не увидеть здесь. Потому что, если всегда, если есть сомнения, нужно смотреть старший таймфрейм. Бывает такое. А старший таймфрейм у нас дневной, в данном случае. А там у нас есть дивергенция. Но АО нарастает, видите, как здесь. В последнем вот этом импульсе АО нарастает. Вот. Поэтому я и говорю, что можно ожидать еще одного импульса в этом движении, может это быть, вот. При условии, что произойдет остановка в пределах вот максимума первой волны, вот здесь. А потом, вероятно, будет еще импульс. Поэтому я, поэтому и лучше всего рассматривать, и даже с такой классической позиции, как вот, есть у нас восходящий тренд, давать вот покупать с коррекцией. Потому что в данном случае денежный риск, он просто будет меньше, чем риск информационный, если вот такими терминами говорить. Вот. С другой стороны, просто нужно наблюдать. Смотрите за рынком, наблюдайте, и что здесь будет происходить. Ищите возможности для покупок. Вот. Но я говорю, что бывают такие ситуации, когда дивергенции просто вы не увидите. Ее там просто не будет. И такое бывает, потому что в этом случае нужно ориентироваться на старший таймфрейм. Так, евро-доллар. Ну, евро-доллар. Вчера мы обновили максимум от 6 июня. Да? Я не исключаю в последнем движении, вот в этом вот импульсе от 26 июня, который начался формирование еще одной волны, то есть формирование еще одной волны вверх, вот, к обновлению вчерашнего максимума. Когда это произойдет? Сегодня или завтра? Сказать сложно, но так или иначе, даже если исходить из достаточно простых правил, что, допустим, в восходящем движении мы только покупаем и покупаем, допустим, с коррекцией. Да? Там, где, соответственно, денежный риск меньше, а информационный риск больше. Это означает, что нужно дождаться просто хорошей ситуации для покупок. Вот и все. Соответственно, у вас должна быть торговая система, которая вам даст какой-то сигнал на покупку, даст сигнал по тренду именно на вход. Какие еще есть вопросы? Что еще посмотрим? Так. Ну вот, давайте рубль посмотрим. Интересная пара с точки зрения анализа именно. Дневной график. Один, два, три, четыре. И, вероятно, может сформироваться пятая волна. Однако, давайте смотреть еще последний, последний импульс. Вот. Вот как раз то, о чем я и говорил. Что может никакой... Не быть пятой волны. Может. Может не быть. Может быть все, что угодно на самом деле. Понимаете? Вот. Потому что вы можете не увидеть здесь то, что она где-то была. Может она вот здесь была уже. Вот. Потому что... Откройте вот это движение в масштабе. Вот так вот. Возьмите 30 бар. Точнее, 100... 100... 100... Больше 100 баров. Возьмите вот 145 в данном случае. Может быть и так, что здесь она сформировалась. Тогда нужно ждать подтверждения для формирования нисходящего тренда и там уже искать возможности для продаж с откатов. Вот. Пока новый тренд не сформируется, здесь делать, я считаю, ничего не нужно. И нет смысла соваться в рынок. Вот. Сформируется новый тренд, то есть новый какой-то импульс вниз, да? Тогда можно будет искать возможности для продаж. Но если мы будем рассматривать вот импульс этот таким образом, таким образом, то вполне вероятно, что вот этот переворот через ноль говорит нам о том, что здесь формируется скорее всего только четвертая волна в этом импульсе. Потому что вот такое положение АО, оно характерно для именно третьей волны, когда формируются подробности внутри этой третьей волны. Вот они. Один, два, там три, четыре и пять. То есть это пятая в третьей все-таки, а не пятая всего импульса. Но может, но бывают такие случаи, когда не будет просто последнего импульса, вы его не увидите. Но это не значит, что его нет. Просто он был, возможно, раньше. Вот и все. Поэтому я и говорю, что тренд восходящий. Соответственно, посмотрите и понаблюдайте. Вероятно, будет в этом движении еще один так называемый пятую волну. Я слышал, что еще иногда называют такой добивающий импульс для того, чтобы здесь, скажем так, ну что ли отстопить тех, кто зашел в продажу. Потому что здесь же у участников рынка размещены, у крупных участников рынка размещены стопы, скорее всего, если они там захотели зайти в продажу. Вот и все. Давайте к рублю вернемся. Тут тоже интересная ситуация, практически аналогичная той, которая у нас по евро-доллару. Потому что все структуры, они практически одинаковые на любом рынке, это не имеет значения абсолютно никакого. Потому что на любом рынке торгуют люди и люди себя ведут одинаково. Везде. 264 бара. Вот давайте построим часа три по рублю. Тогда можно будет этот импульс более детально проанализировать и уже увидеть, что в нем происходит. А там происходят интересные вещи, о которых мы сейчас поговорим. Вот он. Три часа. Вот он, трехчасовой график. 95 баров. Почти 100. Видите, где находится минимум АО? То есть минимум дающей силы. То есть когда мы весь вот этот импульс рассматриваем в масштабе. Теперь, когда вот вы сюда смотрите, вы говорите наверняка, что опа, она пробила этот минимум. Все не так просто. Может такое быть. То есть может быть такая ситуация, когда четвертая волна может заходить за минимум первой. Но это не исключает того, что есть вероятность еще одного импульса вниз. То есть вот в этом движении. То есть практически такая же ситуация, как с евро. Когда вот есть вероятность еще одного импульса внутри самого движения. Нам никто не запрещает зайти в последнее движение и посмотреть, что в нем происходит. Правильно? Ну вот давайте это сделаем. Вот 15-ти минутный график открываем. Видите, здесь никакой дивергенции нет. Но это не означает, что это не два импульса. Это скорее всего не один импульс, а два. То есть что характерно непосредственно для коррекционных волн. И в последнем вон какая дивергенция сильная. Ее видно. То есть это один импульс, это второй импульс. И то, что он зашел за минимум первой волны, ничего страшного в этом нет. Это бывает. То есть вероятнее всего можно ожидать еще одного импульса вниз. Какие еще есть вопросы? Есть время и целых 7 минут до конца трансляции нашей. И мы можем еще что-то разобрать. Что интересует? Какие пары интересуют? Просто еще вот по вопросу Алексея. Фунт разбирали, да? Можно вернуться. Там ничего сложного такого нет с фунтом. С фунтом я думаю, что тут коррекция началась. Что вчера завершилось. И вот она 1, 2, 3, 4. И 4 может быть глубокой. То есть она может прямо сегодня дойти импульс вниз. Куда-нибудь вот сюда. Сейчас фибу натянем. Вот так вот. Куда-нибудь вот сюда. К уровню там 50% от этого движения вполне возможно. Тем более, что фунт пара достаточно волатильная. И я думаю, что все-таки этот импульс закончился. И обновление максимума пока вот ожидать рано. То есть нужно, чтобы коррекция какая-то прошла. Там уже можно рассматривать варианты для покупок. Да даже если здесь покупать, ну где вы остановитесь на максимуме. Там 14 пунктов можно будет собрать. Если предположить, что будет еще движение наверх. Поэтому я и говорю, что чаще всего не нужно свою мысль подгонять. И настраивать себя на то, что что-то куда-то пойдет. Именно так, как вы хотите. Допустим, рынок не знает то, что вы хоть хотите от него. Так. Давайте иену. По иене мы говорили о том, что вот у нас треугольная коррекция формируется. А вот он последний импульс от максимума. От максимума, ну там 18 июня примерно. 1, 2, там 3, 4. И вероятно будет еще импульс низ. Вот к минимуму вот соответственно 30 июня там 101.22. Скорее всего. Золото. По золоту тоже повторюсь. В краткосрочной перспективе я бы ожидал здесь корректировки. Потому что, скорее всего, вот это вот движение, это третья волна. И в ней уже есть там 2 дивергенции, что вполне достаточно для того, чтобы началось какое-то коррекционное движение, которое торговать будет очень тяжело. Вот поэтому я и говорю, что коррекции торгуются сложно. Лучше вообще в них не лезть. Завершится коррекция и можно будет там найти, не знаю, от линии тренда, чем вы пользуетесь. От там скользящей, либо там от чего угодно. Найти точку входа на покупку. Вот. Я в этом месяце тоже буду проводить семинар, который называется «Уровни Динаполи» как практическое применение на современных финансовых рынках. В прошлом месяце, то есть вот в июне, я этот семинар проводил. Ну, так как это было первый раз, там участников было немного. И, на мой взгляд, семинар удался. То есть там я рассказывал и про то, как использовать уровни Динаполи, что такое уровни Динаполи. И, соответственно, как в этот контекст вписываются волны Лиота. И как этими инструментами пользоваться в достаточно простом и понятном виде. То есть я там дал участникам семинара индикаторы Динаполи, которые можно установить в свой терминал. И уже ими пользоваться. Вот. И стратегия там получается достаточно простая. То есть там достаточно определить тренд на старшем таймфрейме, зайти на свой рабочий таймфрейм. Соответственно, там увидеть сигнал, зайти в рынок и все. И найти точку выхода. Вот. Поэтому я не помню, когда в июле 25-го, по-моему, 25-го июля будет проводиться этот семинар. Если вам это интересно, я могу вам послать информацию об этом семинаре на электронную почту, если вы мне письмо напишите на адрес eka.sobaka.alpari.ru Вот. Какие еще вопросы есть? Какие еще вопросы есть? В целом, вчера, ну и, собственно, каждый вторник в 15 часов по московскому времени я провожу семинар, который называется «Среднесрочный волновой анализ валютных курсов». И вот разметка вчерашняя, она выложена в нашей группе ВКонтакте. Вы можете зайти и посмотреть. Вот. Ссылку вам в чат отправляю. Да, австралиец мы уже смотрели, и там, в принципе, все достаточно ясно. То есть, если мы не пробиваем максимум от 27-го июня, то, скорее всего, сформируется еще один импульс восходящий. Поэтому вполне вероятно, что можно рассматривать возможности для покупок с коррекцией. По завершении коррекции, естественно. Вот. Какие еще есть вопросы? Ну и так, смотрите, если вопросов нет, на этом мы можем закончить. Завтра встречаемся также в 10 часов по московскому времени. И уже посмотрим, что произойдет к тому моменту. Благодарю вас за внимание. Хорошего дня. Успешных сделок. До свидания.